Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 4 апреля, четверг. Время сейчас без 10.09 утра. Мы с утра уже поработали. Я сделала 7 заказов. И сейчас позвонил Лёша, сказал, что он пробил колесо. Стоит около центрального Нермага. И ему нужна помощь. Не знаю, может инструмент какой-то у меня в машине. Может быть запаска у меня в машине. Не знаю, не уточняла. Но в итоге сошла с линии и сейчас еду к Алексею. И там рядом с ЦУМом, где стоит Лёша, есть кафе Корица. Если оно уже открылось, то я попью кофейку. Так как мы встаем рано, на работу уезжаем рано, Соответственно, мы не завтракаем в утром. Мы не можем так рано засунуть в себя еду. У нас сильно изменилась погода. На улице сегодня всего 8 градусов тепла и пасмурно. Ночью шел дождь. Сейчас дождя нету, но пасмурно. И ветер прекратился. Вчера был очень сильный ветер. Такой порывистый, шквальный прям какой-то. Сегодня хорошо, сегодня нету ветра. Тихо. А вот, ну зато пасмурно. Так серо всё. Ну ладно, дождик нужен, потому что везде пыльно, грязно. Никак что-то не зазеленеет у нас. Может быть, дождь пройдёт хорошенький, всё смоет. И всё начнёт зеленеть, наконец-то. Прям хочется погулять так, чтобы зелено было. В общем, как я проведу этот день, я пока не знаю. Я сейчас с вами болтаю, потому что приходится стоять в пробках. Как я проведу этот день, пока не знаю. Знаю точно, что буду работать. Ну и во время работы, возможно, что-то поснимаю. Возможно, домой приду, поснимаю. В общем, как я проведу этот день, вы всё увидите, потому что я вас беру с собой. Подъезжаю уже к тому месту, где должен быть Лёша. Где-то вот с правой стороны. А, я ещё его вижу. Я его вижу. А вот он, наш Алексей. Так, в багажничек полез. Корица, кстати, работает с 9 часов. Нормально. А время уже без 2 минут 9. Так что сейчас кофейку попьём, наверное. Так, сейчас я заглушу машину. И узнаю, что там Алексея случилось. А у тебя запаски нету, да? Нет, запаски нету. Это ключ у тебя. А, ключ у меня. Расскажи, Алексей, всем подписчикам, зачем ты ездишь по гвоздям? Чтобы не работать? Наверное. То есть ты специально ездишь по гвоздям, да? Дороги плохие. А что сделаешь? Обманываешь, наверное? Нет. Я думаю, специально по гвоздям ездит. Я вообще тебя не обманываю. Точно? Да. Ну, ладно. Я самый честный парень. Наверное, перебываться буду. Ну, что это? А, сразу на лето поедешь, перебудешься? Сперва колёса. Ну, как вариант, да. Блин, мне машину-то даже парковать здесь негде, да? Ну, ладно. Сейчас аварийку включу. Чтобы было понятно, почему я так стою. Блин, сильно, да, проколол? Ты не проколол, наверное, она... Или проколол? Трясо такое уже, насажрава его. А, резина плохая, да? Понятно. Тебе больше в моей машине ничего не надо? Да, нам ещё колоникой возьмём. Я хотела её перепарковать. Что? Сейчас я её туда перепаркую. А потом ты на кофейку зайдём попьём? Что? Да, с тебя кофе, конечно. Ну вот, перепарковала машину. Возле универмага. А то и так сейчас интенсивное такое движение. А ещё я одну полосу прикрыла. Сейчас пойдём с вами кофе пить. Как Лёша поменяет колесо. Будем с вами кофе пить. Я зашла в кефетерий. Лёша колесо меняет. Такая хорошая кафешечка вообще. Такой большой ассортимент здесь. Здесь всегда свежая выпечка, вкусный кофе. Вы знаете, наверное, я не раз уже снимала, покатывала вам. Так всё аппетитно выглядит. А запах здесь вообще... Шикарный. Вот эти вкусные финики называются. Они в форме финика. Вкусные, мы домой покупали. А Луна, наверное, творожная. Молочная девочка. Рафаэл. Какие турки. Но мы турочки не будем. Мы с выпечкой попьём. Выпечка хорошая, свежая. Заказали два капучино и две булочки. Вот это точно с бананом. Это я себе заказала. А твои с чем? С орехом? С яблоками. С яблоками. Так что нам приятного аппетита. Будем завтракать. И всем, кто с нами кушает, тоже приятного аппетита. Время у нас пятнадцать минут третьего. Мы уже были дома с Алексеем. Пообедали. И сейчас едем на шиномонтаж. Потому что Лёша сегодня пробил колесо и решил перебываться. Тем более хозяин машин купил нам вчера новую резину. И сегодня мы переобуемся. Снега у нас уже нет. Так что пора перебываться. Что зимнюю резину трепать? Я уже подъезжаю почти к шиномонтажу. А Лёша должен привезти колеса. У него машина побольше. И он на своей машине должен привезти колеса на шиномонтаж. А перебываться колеса мы будем там, где мы раньше работали. Я здесь работала руководителем высшего звена. А Алексей работал управляющим именно этим филиалом. Но нас сократили. И теперь здесь стоят роботы. Но на шиномонтаже всё ещё остались люди. Остались сотрудники. Так что будем сейчас здесь перебываться. До этого я как бы приезжала сюда. И каждый раз у меня, ну честно скажу, что-то ёкало. Потому что я всю свою сознательную жизнь работала у этого хозяина. Состоянно на всей этой сети. Не знаю. Ёкнет у меня сегодня или не ёкнет, я не знаю. Ну, думаю ёкнет. Потому что вот я сейчас стою около здания уже. Припарковалась. И мне как-то волнительно. Ну да ладно. Пойду всё на монтажнику и скажу, что я приехала. Чтоб он имел в виду. Ну всё, мою машину переобули. Алёше ещё два колеса перебывать. Вот. Так что поехала домой. Время уже пятый час. Не знаю, может быть сейчас ещё заказ по дороге домой возьму. И поедем домой. Чай горячий попью. Я что-то заморозла, кстати, на шиномонтаже. Как-то там сквозняк такой. Холодно. Вот. Ну всё хорошо. Едем домой. Я уже приехала домой. Буду заканчивать наше сегодняшнее видео. Так как ничего интересного уже происходить не будет. Буду отдыхать. Смотреть телевизор. Может быть на ютубе что-нибудь посмотрю. Вязать буду. Так что заканчиваем видео. Вот такой анонс маленький сегодня получилось. Ну как есть. Собственно мы сегодня собирались работать. Ну и решили перебуть резину на машине. Хочу вас всех поблагодарить. За то, что вы меня смотрите. За то, что ставите лайки. Пишите комментарии. Большое вам всем спасибо. Если вы еще не подписаны на мой канал. Подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.